Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Виктория. Тема видео «Один парфюм вместо всей коллекции». Друзья, я уже записала видео, но тут я вспомнила. Я все время не говорю про свой инстаграм. Подписывайтесь на мой инстаграм, потому что я там часто добавляю парфюмерные рилсы. И еще про свою жизнь в Испании тоже очень часто там рассказываю. Обязательно подпишитесь. Можем ли мы вообще сейчас жить с одним ароматом, имея вот такую коллекцию, отказаться от этого всего, уйти в супер-минимализм? Но если пофантазировать, да, я бы могла. И вот эти ароматы, они правда могли бы заменить мне всю коллекцию. И даже было бы как-то вот так вот спокойно. Я допользовалась бы, например, Нарцисса Родригесом. Все, он бы у меня закончился. Я бы, допустим, приобрела какой-то другой. И потом им, и вот так вот. Это, конечно, возможно. Я сейчас могу перестать покупать ароматы и педантично, последовательно уничтожать один за другим флаконы в своей коллекции. Но я, конечно, не собираюсь этого делать. Потому что следующая тема, я уже знаю, какая следующая тема у меня будет. Это новинки 2023 года. И там есть несколько ароматов, которые я очень-очень жду. С некоторыми, я думаю, познакомлюсь. А вот один из них я, наверное, бы даже могла вслепую заказать. Не буду вам раскрывать секрет, что это за аромат. Хочу подчеркнуть, что речь не об универсальных парфюмах. Это скорее ароматы, в которых вам всего достаточно. И вот если, да, пофантазировать, вы не увлекаетесь парфюмерией безумно. Вам просто нужен один аромат на все сезоны, да, на любое время дня и ночи. Но опять же стоит подчеркнуть, что здесь учитывая образ жизни. Какие ароматы я могу носить каждый день, круглый год. И какие-то у меня уже из них были. Я обязательно расскажу, в какой период они у меня были в количестве одной штуки. И они мне не надоедали. Мне в них было достаточной сладости, свежести и специевости. То есть они удовлетворяли полностью все мои потребности. Если бы не мое увлечение парфюмерией, я вполне могла бы обойтись одним флакончиком. Я сначала расскажу о своем опыте. Начну вот с этого Линстант Герлен. Здесь как раз есть и сладость, и свежесть. Он у меня был после университета. Да, я уже работала на телевидении. То есть такая довольно богемная, расслабленная обстановка. Это не офис, где все-таки есть какие-то требования. Как к внешнему виду, так, я думаю, к аромату. Этот очень шлейфовый. Он с характером. Он, кстати, подойдет как на вечер, так и на день. Он зимой открывается тягучим-тягучим белоцветочным медом. Он очень шлейфовый. Он очень стойкий. Но летом он открывается немножко по-другому. Я лично здесь больше чувствую свежесть яблока. Но она вот не как яблоко. То есть я не люблю яблоко в парфюмерии. Вот, допустим, Дона Каран с ее вот этим фирменным, да, революционным яблоком вообще не мое. А вот здесь мне нравится. Я его чувствую в сочетании с цветами, в сочетании с капелькой меда. Летом он вот звучит даже освежающий. И он летом один из немногих, кто в жару продержался, там, 4 часа, по-моему. Но в нем есть одна фишка. Если у вас есть линстант, возможно, вы о ней знаете. Он, так как он очень насыщенный, шлейфовый, стойкий, он забивает очень быстро рецепторы. И вам может казаться, что вы его не чувствуете, он уже слетел. А окружающие очень даже его от вас будут улавливать. Поэтому вот как раз тогда, когда он у меня был один, я помню, что мне сделали один раз замечание. Но не мне. Мы собрались все вместе и говорят, слушайте, от кого так фонит? Просто невыносимо. А я его обновляла каждые 2-3 часа. Мне казалось, что его уже нет. И как бы да, это было от меня. Было не очень приятно, да, особенно фонит. И я тогда поняла, что люди его прекрасно чувствуют, даже если я уже перестала его улавливать. Так что наносишь утром, и я не знаю, ну до вечера точно такой легкий шлейф все еще с тобой. Даже если ты не знаешь. Мадемуазель Куко Шанель. И у меня версия интенс. Но когда я училась в университете, у меня был не интенс, а просто обычный мадемуазель Куко. И я его приобрела летом, на день рождения. Это было в июле, в жару. И этот аромат очень-очень освежающий, цитрусовый открывался. Естественно, он не какой-то легкий, цитрусовый. Тут есть пачули. Они такие довольно-таки заметные. Но летом он звучал вот именно больше свежестью. И даже где-то вот здесь нет альдегидов. Они не заявлены. Но во всех ароматах Шанель есть вот этот почерк, да, слегка альдегидный. Поэтому зимой, зимой он открывается немножко по-другому. Он, кстати, зимой такой более острый. Если летом он какой-то округлый, да, сглаживаются все углы, вот эти вот пачули, они звучат намного тише. То зимой почули громче. И зимой он такой более пронзительный. Он более громкий, более стойкий. Но тоже очень-очень красивый. И днем, вечером, ночью, когда угодно. Я его носила всегда, всегда. Абсолютно. Ну, опять же, да, мой образ жизни. Я была студенткой в университете, никакого там тебе дресс-кода офисного, да, никаких обязательных таких требований. Аромат, который я носила, когда работала в журнале, но я работала специалистом по рекламе. То есть это уже такая более офисная была работа. И мы сидели в одном кабинете с девочками, да, очень близко у нас были столы. И они, практически все мои ароматы, ну, им было тяжело. Тяжело. Я помню комплимент, который один раз делали парфюму, не моему. И это оказался не парфюм. Это оказался крем для тела. Вот прям, знаете, такой нейтральный. Какая-то вот такая отдушка косметическая. Не описать, не разложить на ноты. И вот это единственное. Я помню, что им прям очень понравилось. И вот этот аромат, он тоже такой похож на косметический. Кто-то даже говорит, что напоминает такой дорогой крем для тела. Но я тут чувствую мускус. Это, кстати, Ройла Муска Микалев, я не сказала. Я тут чувствую мускус такой, знаете, пудровый, свежий, слегка фруктовый. Но вот здесь, кстати, фрукты заявлены. Их вот не чувствуется. Здесь вообще аромат настолько идеально скроен, настолько сбалансирован. Здесь вообще не чувствуются какие-то конкретные ноты. Вот это, кстати, аромат нейтральный. Но мне здесь хватает всего, что редко бывает в нейтральных ароматах для меня. Потому что я люблю насыщенность, сладость, шлейф. Я это все люблю. Даже если шлейф средний, но все равно он какой-то должен быть. Мне нравится. И здесь есть граню аромата. Он то больше немножко фруктовым оттенком, то мускусом, то пудрой. Вы знаете, да, что это было мое парфюмерное я вообще до увлечения, таким увлечением парфюмерии, как сейчас. Сейчас мне сложно так сказать. Все-таки парфюмерное я это то, что на тебе каждый день на протяжении многих лет. Ну, я так считаю. Сейчас все-таки, все-таки я этим ароматом не так часто пользуюсь. Но просто потому, что большая коллекция. Это Путан де Палас. Это от Либри де Оранж. Вот здесь, кстати, все идеально. Он у меня тоже был одно время... Ну, у меня была маленькая коллекция, 4 или 5 парфюмов. И я практически каждый день все пользовалась им. То есть они... Вот эти ароматы стояли, но я легко могла бы без них обойтись, будь у меня вот один этот флакончик. Здесь имбирь в верхних нотах. Здесь есть фиалка. Здесь есть кожа. То есть аромат такой пудровый, с кожей. Кожа здесь с характером. Здесь не какая-нибудь замша бежевая. Да, здесь прям кожа. Кто-то говорит даже, что тут чувствует вишню. Я не знаю. У меня он был много лет, и мне вдруг вот это сказали. И я немножко стала улавливать этот оттенок. Ну, прям совсем чуть-чуть. Вот если знать и прям искать его. Возможно, есть. То есть в аромате есть слегка фруктовость, пудровость, есть специевость. Он такой многогранный. Он освежает. Он и согревает, он и укутывает, и сладость дает, и шлейф. Он, кстати, довольно шлейфовый. Вот его вряд ли можно носить в офис. Вряд ли. Он у меня был на протяжении многих-многих лет, где я там уже не успела поработать. Да, но в основном я всегда занималась каким-то творчеством. Поэтому это всегда были какие-то либо фриланс, либо какие-то коллективы, где можно все, что ты хочешь. Труласт. Вот это от Libre d'Orange. И я его сюда включила по одной простой причине. Он, правда, похож на Putain de Palaces. Но я сначала познакомилась вот с этим ароматом. И только по этой причине, наверное, вот именно он так мне полюбился. Я думаю, что если бы я с первым познакомилась с этим, вполне, возможно, я бы и в него влюбилась. Единственное, что он менее стойкий, он менее шлейфовый. Но в этом даже есть его плюс. И вот его можно точно куда угодно, когда угодно. Он... Тут есть роза. Вот от Libre d'Orange тоже, по-моему, заявлена роза, но она там не очень чувствуется. А здесь прям она чувствуется гораздо сильнее. Не то, что она здесь солирует, но нет. Ну просто она ощущается. Наверное, вот в этом самое большое отличие. Это если бы вот от Libre d'Orange приглушили все ноты. Кожу приглушили, имбирь приглушили, фиалку, пудровость. И розу добавили побольше. Вот получился бы, мне кажется, этот аромат. Он тоже прекрасен и утром, и вечером, и днем, и зимой, и летом. Он всегда открывается. Летом в жару в нем никакой такой базы не вылезает неприятной. Поэтому вполне его допускаю на круглый год. Круглый год. Это, кстати, самое главное у меня требование к ароматам. Потому что если бы он у меня был один, я бы, соответственно, должна была пользоваться им. Не должна была, я бы хотела пользоваться им круглый год. Круглый год. Это важно. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Монталь Crystal Flowers. Этот аромат тоже... Так, гремит. Этот аромат тоже у меня был когда-то в коллекции из четырех-пяти. И я пользовалась им, ну, вот, наверное, наравне с путаной. Да, они иногда боролись. Я не знала, что мне надеть эту или путану. Ну, вот этот все-таки, он, на мой взгляд, он более как раз-таки универсальный. Да, то есть если я не могла путану надеть ее в офис, где люди близко сидели и возмущались, то этот вполне могла. Поэтому, если я понимала, что я сегодня в офисе работаю, я надевала вот этот аромат. И точно так же круглый год, днем, вечером, на любое мероприятие или просто без повода, да, ну, так на каждый день, этот аромат подходит. Здесь роза, здесь мускус, он тихий мускус. Здесь есть такой сливочный оттенок. Я думаю, что это, наверное, сандал. Я всегда удивлялась, что здесь есть вот такой сливочный оттенок, хотя ничего такого, да, из нот здесь не заявлено. И здесь есть легкий табачный оттенок. Вот что его дает, я совсем не знаю. Для меня это загадка. И для меня Crystal Flowers совершенно не похож на Rose Mask. Я не знаю, почему люди находят это сходство. Наверное, вот когда ты параллельно тестишь на блотере первый раз, возможно, они похожи, потому что громкая роза. Но для меня это совершенно два разных аромата, абсолютно. Я люблю вот Crystal Flowers. И я говорю, для меня это вот аромат один вместо всей коллекции. Rose Mask для меня таким бы ароматом не стал. Потому что там все-таки мускус очень громкий. Очень громкий, он превалирует. И если бы он был у меня в коллекции, я бы его обязательно носила, любила. Но мне бы хотелось чего-то другого, чего-то еще помягче, послаще, посливочнее, поуютнее. И как раз-таки вот в Crystal Flowers есть это все. Что хочешь тебе мускус, хочешь тебе уют. Точно так же, как во всех ароматах, которые я сейчас перечислила. Вот там вот это совмещение и вот этой уютности с одной стороны, и с другой стороны практически все эти ароматы можно назвать такими соблазнительными, сексуальными. Какие-то даже дерзкими. Ну, кто-то Путану считает дерзким. Мне кажется, что... Ну, нет, это они слухи такие ходят. На самом деле, милейший аромат. Это же как-то раз девочка спросила, как называется аромат, который на мне. Я ей сказала, ей так посмеялась. Она говорит, слушай, ну я бы в жизни его так не назвала. Очень милый аромат. Откуда такое название? Ну, это, вы знаете, да, этот либрид Д'Оранж любят всех шокировать. Следующий аромат Allure от Chanel. У меня он был, когда я училась в университете. Еще часто я училась миллион лет. И он у меня был один. Вот как раз-таки после Мадемуазель Куко мне захотелось чего-то другого. И вот у меня появился он. Я им пользовалась вот одним. И мне ничего другого не хотелось. Он, опять же, он сладкий, он уютный, он обволакивающий. И в нем очень-очень много цветов. Здесь есть абрикосы или персики. По-моему, персик есть. Чуть-чуть почули. И за счет, вот как раз, мне кажется, почули создает какое-то такое ощущение от видовой ткани. Я много раз это говорила. Но, повторюсь, я не знаю, как лучше описать этот аромат. У меня ощущение, что цветы тут настолько переплетены друг с другом, как венок. Да, что как будто бы они уже приобрели оттенки друг друга, да, и все это скреплено почули. И поэтому такое ощущение ткани. Аромат как будто бы, вот знаете, есть ощущение иногда округлости аромата. А здесь он как будто бы такой бархатный, твидовый. Ну, в общем, шершавость весь в нем. И мне это в нем очень нравится. И я его носила и летом, и зимой. Единственное, что в жару он очень быстро слетит. Вот единственное, что. Я его купила как раз жарким летом, и он с меня слетал. Купила вот этот флакон. Тот нет. А этот как раз как-то неудачно угадала. Жарким летом купила. Он быстро слетал, и я перестала им в жару пользоваться. Зачем переводить? Он где-то, я не знаю, минут 40 максимум. Если не меньше, все, аромат не чувствуется. Так. Давайте, если уж Шанель, еще один. Это уже моя фантазия. Потому что я его купила, когда у меня уже была большая коллекция. Это Шанель номер 5 Ле. И вы знаете, что удивительно? В базе этот аромат похож на Алюр. Но потише, потише. Ну, потому что это все-таки уже база. Здесь альдегиды есть. Но это не те альдегиды, что в Шанель пятерке классической. Они другие. И знаете, есть какой-то оттенок лилии. Вот очень хорошо описывает этот аромат. Наверное, сказать, что здесь есть нота лилии. Хотя она не заявлена. Потому что здесь есть такая цветочная горчинка. Вот та, которая в лилии. И здесь роза, но она уже намного тише. Но если вы не любите розы, это не значит, что вам этот аромат не понравится. Вы можете ее здесь даже не почувствовать. Потому что это прям зная, да, вот этот оттенок. Аромат универсальный. Здесь есть и сладость, и горчинка, и свежесть. И я его люблю как летом. Я его купила в жару. Да, он не очень долго держится. Но он очень хорошо зато освежает. И он красиво открывается и весной, и зимой, и осенью. Настроение, правда, да, у него такое не осеннее. Но мне нравится. Мне нравится. Мне нравится, что он дольше держится. Да, в отличие от лета. У меня вот такая малышка есть. Это Мисс Диор Шири. И я взяла вот эту Мисс Диор 2021 года. У меня вот этот аромат был, когда я... Уже неудивительно, да. Вся моя парфюмерная жизнь как будто бы кипела в университете. Но нет. Я просто меняла ароматы. У меня был один. И вот я им пользовалась и летом, и зимой, и весной, и осенью. И, кстати, друзья, у меня три высших образования, поэтому... А нет, четыре. Да, я забыла про одну. Ну, понятно, что в университете я провела очень много времени. Но это было именно когда я первое образование получала. В общем, это версия вот у меня в руках. Это версия 2008 или 2005 года. Я все время путаю. Ну, та самая. Та самая, которую все ищут, где есть попкорн. Здесь попкорн, клубника, роза, почули, дубовый мох. Это она. Я ее нашла вот в таком вот объеме. Я все-таки его люблю. Мне казалось, что это только из-за воспоминаний. Но нет. Нет, мне он нравится. Мне вот просто в нем всего достаточно. И сладости, и свежести, и характера, да, за счет дубового мха. Это все-таки шипр. Раньше мне казалось, что ничего нет лучше шери. Но вот эта версия 2021 года мне тоже очень нравится. Она стартует так, что кажется, что это какой-то неинтересный, абсолютно проходной, такой цветочный аромат. Абсолютно люксовый. Знаете, вот есть такое люксовое звучание. Вот когда я первый раз его потестила, я подумала, зачем вообще это было делать. Можно вообще без этого обойтись. Тем более в Диоре. Тем более в Мисс Диорах. Но нет, нет. Здесь в базе есть карамель, и аромат открывается очень красиво. Он такой обволакивающий, он шлейфовый. Но шлейф у него средний, но он ощущается. Есть свежесть в верхних нотах. Пион, роза. Есть нежность, сладость, уют в базовых нотах. Мне очень нравится этот аромат, очень. Но он, друзья, он очень стойкий. То есть я, когда его на себя наношу, я понимаю, что это однозначно на целый день. Не получится его на что-то сменить в конце дня. И если попала на одежду, то одежда будет пахнуть, наверное, неделю. Это было для меня неожиданностью. Мне казалось, что он не стойкий. Даже когда я его купила, потому что уже я его распробовала, купила, думаю, ну ладно, не стойкий, не стойкий. Но нет, нет, это просто монстр стойкости. Может и не шлейфа, но стойкости точно. Не могла его не включить в эту подборку. Это сзади Квальтер. This is her. Когда у меня появился этот аромат, я вообще ничем не пользовалась. Вот прям без зазрения совести. То есть если у меня бывает такое, что я куплю аромат новый и ухожу с ним в запой, я думаю, блин, у меня целая коллекция стоит. Ну как-то вот прям неудобно перед самой собой, что накупила столько ароматов, а пользуюсь одним. То здесь ее не было. Никаких зазрений, никакой совести не просыпалась. Она тоже была довольна этим ароматом. Он очень уютный. Здесь есть молочная такая, сливочная даже, я бы сказала, нота. Кто-то говорит, что это похоже на сгущенное молоко. Здесь есть дерево, сандал. Здесь есть жасмин. И легкая такая нотка жареных каштанов. Вот она, конечно, придает ощущение уюта, и что ты где-то гуляешь по улице, где жарят каштаны в сливочном таком аромате уютном. Ну, он очень классный. И я его купила в конце лета. В конце лета, да, я его купила. И носила его летом, соответственно, осенью, зимой, весной. Дальше аромат Нарцисса Родригес. Фохео. С ним мне всегда-всегда хочется уйти в запой. Я его обожаю. Все говорят про какой-то страшный мускус Нарцисса Родригеса. Но я не знаю. Я не знаю, о чем речь. Для меня это цветущий сад Флёр де оранж. Флёр де оранж. И вот именно цветущий, потому что ощущение, что он прямо в воздухе. Он даже не читается мной, как какие-то духи. Он читается вот этой силой, мощью цветущего сада. Вот прям там аж, видите, как подтверждают мои слова. Да-да-да, так и есть. И здесь есть такая нотка, горчинка, как будто бы даже миндаля. Такого лёгкого оттенка, даже не самого, а вот этой вот кожуры миндаля. Мой прям там какой-то мотор аж завёлся. Аромат очень сексуальный. Куда меня там понесло? В общем, я его прям обожаю. Я его первый раз ощутила от одной своей знакомой. Она такая авторитетная женщина, такая властная, такая категоричная. И я даже... Как-то мне было неудобно у неё спросить, что на ней за аромат. Я его искала сама. Я просто почувствовала ноты, и я его искала. И я не смогла найти тогда Нарцисса Родригес Фохё вот этот. Потому что ноты не передают то, что здесь в этом флакончике. Я себе купила «Джентлвумен» от Джульет Хасеган. Но там, конечно, и флёр д'оранж, и миндаль. Но это совсем другое. Это совсем не об этом. Он чем-то где-то похож, каким-то оттенком. Но нет, не передаёт вот этого. Здесь, кстати, и сладость есть, и свежесть, и вот это ощущение воздуха с ароматом цветущего флёр д'оранжа. Я тебя люблю, мой Нарцисса Родригес. Так, и тут сразу два, три, три претендента. Они все об одном и том же практически. «The Queen of Sheba» от «Ар Коллекшн». И здесь у меня такая тревел-версия. «Good Girl» «Gunbet». По-моему, она. Или нет? А, нет, здесь я уже сменила на зимний вариант «Ангель Шея». Но «Ангель Шея» в эту подборку бы не подошёл. Он слишком сладкий, гурманский. Мне бы захотелось всё равно, чтобы было что-то посвежее, поспецией, поцветочнее. Практически во всех ароматах, да во всех ароматах, о которых я сегодня рассказываю, обязательно есть цветы. Цветы – это очень важно для меня. То есть даже если вот здесь вот цветы совершенно не на первом месте, но здесь есть жасмин, и он ощутим. В этих ароматах есть нюанс, точнее в «Шеба» есть нюанс. У меня флакон из каких-то самых первых выпусков, и они очень похожи из «Good Girl» «Gunbet». Сейчас не она здесь, ну ладно. А последующие говорят, что очень сильно отличаются. Но вот я могу судить только по своему флакону. У меня они идентичны. Здесь асмантус, здесь табачная нота, здесь персики. В нём тоже есть всё. И сладость, и свежесть, и характер. Всё-всё-всё, что мне лично нужно в аромате. И я его носила в этом году в жару. Он, что меня саму поразило, он открывался больше асмантусом и персиком. А вот эта табачность, она уходила куда-то вообще на задний план. Она таким лёгким оттенком, который, наоборот, подчёркивал свежие ноты. Вот это было удивительно. Мне очень понравился этот аромат в жару. Ну, естественно, он хорош и весной. Первый раз я с ним познакомилась именно весной. Он был красив. И осенью он был прекрасен. И зимой. Ну, и летом. Не знаю, как вот прям на мороз зимой. Возможно, вот там вылезет этот табак, он перекроет всё. Возможно, да. Вот тут можно со мной поспорить. Я сама могу с собой поспорить. Но, но. Уса, здесь Milk Tuberos, называется аромат. Но на самом деле это Good Girl Gone Bad. В версии Extreme тут появляется молочная нота. Вот если вы посмотрите в пирамиду версии Extreme, там есть молочная нота. И вот ко всему этому просто она добавляется. Но в довольно-таки большом объёме. Поэтому аромат становится более тёплым, более уютным, более обволакивающим. Вот, кстати, да. Если с этими версиями вот Шеба или Good Girl Gone Bad можно поспорить, то вот здесь однозначно. Я его носила летом прям в дикую жару. Он тоже один из немногих, кто держался больше трёх-четырёх часов. Ну да, 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 держался. Хотя я его обновляла раза три-четыре в день, за день. И сейчас он просто потрясающий. Просто вот на мне уже сейчас находят... Есть нарцисса, да, фухё. Но если бы не было, я бы сейчас его нанесла. Я его даже, знаете, люблю перед сном на себя нанести. Потому что вот эта молочная нота, она прямо успокаивает. Это антистресс. Что вот в этом вот аромате This Is Here, что вот здесь. Но разница, что This Is Here, всё-таки вот это сгущённое молоко, сливки, они очень громкие. То здесь всё-таки чувствуется и персик, и османтус. И немножко-немножко, прям вот здесь намного меньше вот этой табачной ноты. Она практически угадывается, ну прям слегка. Именно угадывается. Надо прям её поискать. В общем, тоже классный аромат. И в исполнении Уса он вполне себе неплох. Да, тут единственное, как я уже рассказывала, в чём отличие. В оригинале есть верхние ноты, и они звучат, ну, минут 15-20. То в этом аромате верхние ноты звучат минут 5 максимум. Ну, примерно, да, плюс-минус. Всё, друзья, спасибо вам, что вы были со мной. Обязательно спорьте со мной в комментариях на эту тему, именно на тему парфюмов. Это я всегда с удовольствием, да. Но, конечно, помните, да, об уважении не надо мне писать. Ну ты... Как можно было именно этим ароматом заменить всю коллекцию? Ну ты вообще слышишь себя? Вот этого не надо, да. Давайте с уважением. Расскажите о своих ароматах, какими бы вы могли заменить всю коллекцию. Просто пофантазируем на эту тему. Скорее всего, это, знаете, даже такое признание в любви вот к этим ароматам. Такое ядро всей коллекции. Всё, друзья, спасибо вам, что вы посмотрели это видео до конца, что провели это время со мной. Надеюсь, вам было интересно. Мне было очень интересно, если честно, готовить эту тему, подбирать эти ароматы. Всё, я желаю вам всем здоровья. Человек, который переболел бронхитом, понимает, как это важно. Желаю вам всем добра, как всегда, мира, света, любви. Всё, я всех целую, обнимаю. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»